Глава 7 под заголовок 6. Совместим ли политический суверенитет палестинской автономии с военным контролем над палестинской автономией? Можно ли в течение длительного времени осуществлять военный контроль над той или иной территорией и в то же время обеспечивать ее политический суверенитет? По сути дела именно с этим вопросом связаны основные разногласия между израильскими сторонниками и противниками отступления из Иудеи и Самарии. В конце концов полемика между левыми и правыми израильскими генералами о возможности территориального компромисса в Иудее и Самарии не носит характера профессионального спора по военным вопросам. Относительно чисто военного аспекта данной проблемы между подавляющим большинством генералов наличествует полное единодушие. Все они согласны с тем, что для обеспечения безопасности Израиля Цахал должен сохранить военный контроль над значительной частью Иудеи и Самарии. Спор ведется главным образом о политическом статусе этих территорий. Какая формула суверенитета в Иудее и Самарии сможет обеспечить Израилю реальные гарантии безопасности? Многие полагают, что Израиль сможет сохранить свое военное присутствие на территории, находящейся под арабским суверенитетом. Между тем, Египет в свое время отказался сохранить на переданной ему территории Синайского полуострова даже самое минимальное израильское военное присутствие – одну авиабазу. Нет никаких оснований полагать, что какое-либо иное арабское правительство удовольствуется меньшим. Среди сторонников отступления есть и такие, кто надеется, что Израиль сможет сохранить за собой контроль над воздушным пространством палестинского государства. Но в конце концов все эти благие пожелания не выдержат столкновения с верностью принципам суверенитета, как это случилось с американским контролем над зоной Панамского канала, с британским контролем над Суэцким каналом и с многими другими моделями частичного ограничения национального суверенитета, рухнувшими в XX веке. Израиль будет бессилен перед лицом огромных арабских армий, развернувших свои боевые порядки в считанных километрах от его главных городов, аэродромов и промышленных зон. Тот, кто хочет сохранить военный контроль над горными районами Иудеи и Самарии, где важнейшие стратегические позиции тесно соседствуют с основными центрами палестинского населения, должен осуществлять на этих территориях как военное, так и политическое управление. Отказ от политического управления Иудеи и Самарии приведет, в конце концов, к утрате военного контроля над этими районами.